Белые снежинки Ребятушки и девчатушки Я вас категорически приветствую на своем канале Жук-муравейники С вами великий и ужасный русский орк Не путать с русским ороком Русский орк дядя Саша Вы меня, конечно, сердечно извините, если сможет Да не, не за то, что я себя называю русским орком За это наоборот Я надеюсь, что взыщу всевозможнейшую похвалу Не похвалу, а похвалу с вашей стороны А за что извините? Да дело в том, что я сейчас продемонстрирую Как может выглядеть в вашем или ином, или моем понимании Тот самый образ русского орка Просто я уже это применил сегодня Нет, вчера А, это завтра эта серия выйдет Все смешалось в моей голове Ладно, короче, в другой игре это тоже будет повторено Но только завтра Смотри, короче, русский орк Дядя Саша Примерно вот так мог бы выглядеть Держи, блядь Не бахай, блядь Не бахай, блядь Стой! Ну а че? Вполне себе подходящий, мне кажется, к названию, да? К названию русский орк Ну и чтобы не растекаться орчи и мыслю по древу Давайте-ка окунемся в водоворот Вот это ты загинаешь О моем! Давайте окунемся в водоворот, понимаете ли Литературно-поэтических явлений И сегодня у нас 14 августа 2023 года А-а-а! А-а! 14 августа 1865 года Позапрошлом веке Твою ж дивизию И биться сердце перестало В Санкт-Петербурге, между прочим Родился Дмитрий Сергеевич Мережковский Ой, это такой Помер 9 декабря в 1941 году Родился, кстати, он в Санкт-Петербурге А помер 9 декабря в 1941 году в Париже Барин из Парижу приехали Как говорилось в одном фильме и одном произведении 76 лет прожил Так, смотри, это русские Русские, не, не орк Русский орк, это я не путать Нет, я не отдам это звание никому Русский писатель, поэт Кстати, вы быстрее идите в комментарии пишите Вы ж помните, надо же комментарии писать Как минимум 6 слов Восхваляем великого имперского русского орка О, давай добавлю к себе не просто орк Я великий имперский русский орк Когда-нибудь я все-таки оговорюсь и назову себя русским роком Так, ладно, что там все обо мне, да, обо мне Вот Дмитрий Сергеевич Мережковский Я думаю, личность куда более серьезной, выдающейся Русский писатель, поэт, литературный критик, переводчик, историк Религиозный философ, общественная деятельность Муж поэтессы Зинаиды Иппиус Но про нее мы сегодня не будем говорить Потому что у него нет сегодня дня рождения Смотри, тут написано, что он у нас работал в жанре Русский символизм и модернизм Ну и ты меня уже спросишь, конечно же, что это такое Допустим, вот русского орка я тебе показал, как он мог бы выглядеть, да? А сейчас я тебе покажу, как выглядели стихотворения В жанре русский символизм али модернизм Я вам парочку из Дмитрия Сергеевича прочту Ого-го-го Итак, первое стихотворение Символистко-модернистское Сань-сань там модернистические Не-не, лучше так модернистические не очень звучит Сань-сань там символические Во, это нормально Называется «Родное» Далеких стады Унылое мучанье И близкий шорох Свежего листа Потом опять глубокое молчание Родимые печальные места Протяжный гул однообразных сосен И белые сыпучие пески О, бледный май Задумчивый, как осень В полях затишье Полная тоски И крепкий запах молодой березы Травы и хвойных игл Когда порой Как робкие беспомощные слезы Струится теплый дождь во тьме ночной Здесь тише радость И спокойней горе Живешь, как в милом И безгрешном сне И каждый миг Подобно капле в море Теряется В бесстрастной Тишине Я, конечно, немножко выпендривался Могу и получше почитать Но, в общем, в целом сразу видно Вот символисты Они как-то вот Как бы это сказать-то Гладко пишут У них так гладенько все идет У них такие вот символы Понимаешь ли? Они вот берут, когда описывают То, что хотят нам передать Вот это вот, например И крепкий запах Молодой березы Травы и хвойных игл Когда порой Вот видишь, как все гладенько Так, сейчас я вам еще одно стихотворение Дим Сергеевича Ты уж извини меня, Дим Сергеевич Что я тебя так называю Дим Сергеевича Зачту Так А второе стихотворение С первого разово Разово не подшло Придется И главную ошибку-то допустил В самом конце, я говорился Но придется заново Итак, внимание О, ужас! Сейчас будет невиданное зрелище Русский Нет, имперский Русский орк Дядя Саша Великий Ужасный Будет читать стихотворение О любви Потому что называется оно Любовь-вражда Мы любим И любви не ценим И жаждем оба новизны Но мы друг другу не изменим Мгновенную прихотью полны Порой стремясь к свободе прежней Мы думаем, что цепь порвем Но каждый раз все безнадежней Мы наше рабство сознаем И не хотим конца предвидеть И не умеем вместе жить Не всей душой возненавидеть Не беспредельно полюбить О, эти вечные упреки О, эта хитрая вражда Тоскуя, оба одиноки Враждуя близки навсегда В борьбе с тобой изнемогая И все ж мучительно любя Я только чувствою, родная Что жизни нет, где нет тебя С каким коварством и обманом Всю жизнь друг с другом спор ведем И каждый хочет быть тираном Никто не хочет быть рабом Меж тем, забыться не давая Она растет всегда, везде Как смерть могучая, слепая Любовь подобная вражде Когда ж другой сойдет в могилу Тогда поймет Один из нас Любви Безжалостную силу В тот страшный час Последний час Не, ну че Нормально, мне нравится Хорошее стихотворение Вам тоже понравилось? Э, Валерыч, тебе понравилось? Валер Валерич Валер Валерич Он говорит Я холлодинг поэзии Но скажет понравилось Скажет, ну Нет, не скажет Не знаю, короче, что скажет Валер Валер Но он что-нибудь обязательно скажет Я вам уже говорил Что надо в комментарии пойти написать? Я не помню По-моему, говорю Так, если я говорил Нам, имперским русским оркам Можно оговариваться Забывать, что мы говорили Нам это разрешается Мы на той орке Так что идите Пишите комментарии Понятно, да? Так А я буду звать Ватсона, да? Он сейчас заведет Свой драндулет И мы поедем В 100, кажется 16, кажется Серию Но перед этим Я, естественно Передаю привет На фронта На фронты Специальной военной операции Где наши отважные бойцы Сразжаются Защищая нас Мирных жителей Вот таких, как я И таких, как вы Товарищи Ребятушки Девчатушки От немецко-фашистской Гадины Поэтому мы То есть я Передаем привет Желаем удачи В их непростом Опасном Но очень нужном Ратном деле Работайте Работайте братья Враг будет разбит Победа будет За нами Храни вас Бог Ватсон Заводи драндулет Поехали В 116 серию Не то Не то нажал Не то Я вижу Что уж там Да не то ты нажал Твою дивизию Да я вижу Что не то Да выключи ты уже Да выключи ты его Твою Гиперный Театр Включил Тут Понимаешь ли Ну пусть все остается Ну погрешу Пусть уж Такой дебил Вот Вот Ватсон Давай еще раз Да давай еще раз Давай Заводим Поехали В 116 серию Два Так Отдельный мой привет Вячеславу Его дочурке Дарье Вячеславовне Выздоравливай Восстанавливайся Дарья Вячеславовна Скорее Вот Привет Лехе Гражданин начальник Он тоже вроде У нас там захворал В госпитале Говорит лежит Леха он с товарищами Фашистами тоже у нас работает Не в смысле Вместе с ними работает Он и в следственном Комитете России работает Так что понимаете В каком виде к нему Товарищи фашисты поступают И что он с ними делает Да не Он с ними все законно делает Не переживайте Он их За бубенцы к потолку Не подвешивает крючами Не Там все нормально Все чинно Благородно Многие конечно пишут Детки А что вы с ними нянчите Ну Что вы с ними нянчитесь Потому что мы русские орки Мы хоть и орки Но мы Как это сказать там Добрые орки Вот Добрые такие русские орки Вот поэтому Пока нет военно-полевых судов Пока есть следствия И потом уже Обыкновенные суды Так что Леха давай Выздоравливай Твоим товарищам Из Аскайр тоже привет Значит Дарья Вячеслава не передал Васе привет Вася там Надеюсь Как ты там поживаешь Хорошо ли Отдохнула Правда Отдохнул уже давно Ты вспомнил Ну Как вспомнил Так и вздрагнул Шучу Мне-то что вздрагивать Надеюсь Вася отдохнул так Что не вздрагиваешь Что-то ты сегодня в ударе Так я же орк русский Мы вообще Так Короче Мне надо дождаться Чтоб солнце Чтоб солнце было Чтоб волка отжарить А шонца пока нету Да А если я его не отжарю Погоди А это мясо с него Это чье вообще мясо Не знаю Пошли проверим Так Ладно Мы короче сейчас пойдем Жане привет тоже Жанна привет Здравствуй Привет Вам уважаемые Донна Роза Нижняя Фиалка Чего там шумит Александре М Из ВК Привет Так А волчак А волчак Ты похоже Вскрывал Да Похоже я его Вскрывал Не Можно конечно Спинечку Пожертвовать Пожертвовать Да Вскрывал Там у меня Тогда пошли Соленвера Тоже что нибудь Отпилим Ну солнца Пока нету Александр 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 Ты же видишь Солнца нету Да вижу я конечно Что солнца нету Я не слепой Я вижу Так А что ты говоришь Тут нельзя рыбу ловить Да А мы с тобой проверяли Да Рыб тут ни хрена не ловится Печально Печально Для проруби Ну что для проруби Для проруби Так что ты говоришь Спичку будем Или как Ммм Я даже не знаю Алендер Чё ты Как ты думаешь Алендер Алендер Как думаешь Спичку того этого Или не того этого А Торище Алендер Да я вот не знаю А у меня ножичек один А не крякнется ли мой ножичек Да вот состоянец у него Конечно так себе У ножичек Может и крякнуться Так вот она короче Начинает жаловаться Что дескать Дескать жрать ей нечего Да И погода Как бы намекает На то что Солнечный круг Не скоро возникнет На небосводе У нас с тобой Александр Да Не скоро возникнет Так Кстати об отдыхе Я Скоро наверное Опять буду отдыхать Но мы орки такие Мы отдыхаем Вообще Бесконечно Да не В поход с детворой Я вроде собрался Так что возможно На недельку Мы с ними отчалим Ну я вам скорее всего Видосов наперед Написать не успею В этот раз Так что я Как говорилось в фильме Собака Бескервилли Беспардонно Бросил ее Я вас наверное Беспардонно брошу Ну может я напишу Ну не знаю Мне кажется я Не успею Не шмагу я Не шмагу Так ну а что спичек У тебя много Много Ну ладно Пошли разожгем костерок Пожертвуем Давай спичкой Что же делать Ага Это ты неплохо придумал А то Сейчас там нам Заказанные Нам приедут Эти Как их зовут Ну там Коврики Всякие Спальные мешки Что там еще Еще что-то Ну я понял Короче Еще что-то Да-да Еще что-то Там флаги Ну а как же Тоже без флагов Тоже без флагов То в поход Флаги обязательно Вот Флаги Ну и так там По мелочам И мы наверное Отъедем На недельку До второго Я отправлюсь На байдарке У нас байдарк Таймень 3 Мы в прошлом году Я вам рассказывал Благодаря вашим Вашей финансовой Экономической помощи Я купил на нее Детали недостающие Как-то новая Кожура ПВХ Вот Всякие Недостающие Виос Пару 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 Виосил купил Ну там Деталей Фальшбортов Не хватало Там Треугольник То и все Ну так по мелочам Но основной конечно Кожура была Да Да Потому что Кожура у нас Я давно покупал Эту да Байдарку Таймень 3 Вот Она была с одним веслом Вот У него был немножко Некомплект по Металлоконструкции Вот И у нее была Совершенно убитая Кожура Тогда она еще была Резинтовая Резинтовая Вот В прошлом году У нас ни в какой Поход не получилось Сходить с детворой В этим Сходим Пойдем по нашей реке Порядка 70 километров Но правда вниз По течению Я хоть вот и Орчище хоть Но как-то против течения Грести Стесняюсь Ну там теченьки Конечно не сильные Можно и против течения Но все-таки Как-то по течению Интересней Как-то интересней Что-ли по течению Я не знаю В общем пойдем И по течению Поплывем и по течению Посещи Посещение Так Что у нас еще есть Это кого приготовить Алекса Вот допустим Вот допустим Шаповник будешь тереть? Нет А ну тогда все А тогда все Да все тогда А тогда все Ишь ты Ишь ты Ишь ты Так полтора литра Как ты думаешь успеет? Не знаю Давай глядеть Давай глядеть Успела Тогда и литр еще успеем Не знаю Товарищ командир Так и литр успели Опачки Факал взял Котелок взял Так Мяска сбросил Слушай Я все мясо пожрал Тут пока жарил И волчатина кончилась И оленятина практически кончилась Да А ты говоришь А что я говоришь? Я ничего не говоришь А я что? Я ничего Так тут надо вообще все будет лишнее оставить Ну сейчас мы там повыкидываем Сейчас я посплю Пошплю И мы все повыкидываем Видишь у меня тут лук запасной был Лук я уже оставил Да вижу Так тут наверное надо подождать Ибо спать и что-то по темноте Шарои Мне не охота Шарои 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 по темноте Так а я сюда как шел? С волчьей горы шел Да? И пока я никакого фонаря Никакого понимаешь ли Спелеолога Не обнаружил Кстати да Никакого фонаря Никакого спелеолога Я не обнаружил Хм Вот такие вот дела Ладно Там может я вообще не обнаружил Там может он окраску сменил Там может быть конечно Потому что там метель Ну попрямься же значит метель Но я замерзну тогда в метель Ну замерзну что делать Что делать? Замерзну же значит Текс Ага И шок Шок мы с собой потащим Так далее Что мы здесь вставляем? Ну вот тут я возьму Да Вот ты возьмешь Так Угу Далее Котелок мне там нужен? Да как тебе сказать? Так-то по большому счету Мне такому конечно нахрен не нужен Да в принципе 27 килограмм Че ты там такого наберешь Чтоб ты весел то Ну да Ну да Ты там такого и хрен наберешь Ну спичек можешь бросить Да ладно Не надо ничего бросать Че тут еще бросить? Этилот бросить? Ну в принципе брось Хорошо брось Консервный нож Хорошо брось Так Лампа заправлена Ну так да Так Значит Это что вода? Прикодна для питья Мясо надо с собой забрать Мясо нам нужно Мясо Мене там нужно будет Ну и вода пусть останется Слушай Вода такая тема Давай ты еще бутылку возьмешь Так Ну волк здесь вроде один Погибший Погибший волк Один погибший волк С зубами погибшими Щелк Температура Минус 15 А где я спальник находил? Это я на стриме туда лазил И спальник находил Не погоди Я здесь спальник находил А где я его находил? Где-то я спальник находил Я уже забыл Мне где спальник вам попался Да? Да-да-да У меня лежит спальник А где я его нашел? Так Где же ты его нашел? Не помню Ну ладно Не важно Не помнишь И черт, и шьерт с ним потом, потом вспомнишь. Может быть, может быть, потом вспомним. Бонус, уверенная поступь. Так, уверенная поступь. Ну тут скорее уверенная залази какая-то пошла, а не поступь. Так, что на уступе интересного? На уступе интересного ничего. Ладно, на день у меня, смотри, какой у меня день. У меня день 526-й. Вот полтысячи дней я тут прожил уже. И вот через 500 дней я только пришел в Черный Камень. Да. Не шибко быстро. Не. Ну я занят был чем-то все эти 500 дней. Не, я не знаю чем. Ну чем-то, ну что? Ну что, привязались, занят я был. А тут можно зарисоваться? Ага, можно. Только нечем. Ладно. Окей. Нечем так нечем. Так, а ты глянь, как устал-то персонаж, а? Ты глянь, как устал. Очень холодно, разведи огонь, да посильнее. Да вот, а я думаю, не разводить ничего и начать так лезть. А не боисься водилу потерять? Не, ну боисься, конечно. Ну, что там с шифтом? Нормально все с шифтом. И полезли. Так, лезем, 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 лезем. Ну смотри, пока еще запас усталости. Вон в руке, в руке большой запас. Только четверть, а я уже почти на вершине. Так что... Выползу. Никуда не денется, выползет она. Выползла она. Так, можно кошки снять. И напялить по откладку. Так. Значится. Сразу давай наверх сквозаним. Все тут, что тут есть. Заберем. Ты глянь, не вылезает-то как. А что тут есть? Тут есть у нас. Палку брать будешь? Ну, вообще-то мне ни к чему палки собирать. Ну, значит, не собирать. Да не могу я, понимаешь ли. Не могу я их, проклятые, не собирать. Понимаю. Но лучше ты их все-таки, проклятые, не собирай. Ладно, я не буду. Я больше не буду. Я буду больше. Эх, был бы мелок, я здесь зарисовался. Какой мелок? Угольный мелок. Эй, мелок. Не брать палки. Все-все-все-все-все-все-все. Я не беру. Я. Я не беру. Я не беру. Палки. Такие палки. Аба. Палки такие деревянные. Деревянные палки. Палки деревянные. Так. Здесь у нас пыше. Равняй. Отогрейсь. Чуть-чуть. Пасплюсь. Чуть-чуть. Ну, там какая-нибудь одна консервная банка. Может быть. Будет. Может быть. Да, она действительно есть. Но она пустая. Я думал, какая-нибудь банка с едой будет. Не, банку с едой мне не дали. Не, я буду спать на своем спальнике. Я в нем просто отогрюсь быстрее. А то тут местная хрень. Но мне все равно потом в этой шахте спать. Перед тем, как забегать. Быть забегангстером. Как в газы. В газы. В газы. В газы. Как в газы забегать. Мне надо поспать. Принять ванну. Выпить чашечку кофе. Будет тебе и ванна. Вот. И только потом уже забегать. Так, вы выжили 526 дней. А ты с луком пошел? Ну да. Я думал, если что, пострелять в кого-нибудь. И сколько стрел взял? Ай, что, зачем плохие стрелы выкинул? Хорошие оставил. Вот ты придур. Ладно. Ну бывает. Что сразу? Что сразу там взрываешься? Ну выкинул. Да, плохие выкинул. Хорошие оставил. Ну, значит, так надо было. Температура минус 2. Ну тут кролики будут. Будем в кроликов пулять. Пулять чем? Ну, не чем. Не тем, чем тогда предлагал. Кто там какашками предлагал пулять? Шерлок или Ватсон? Я уже забыл. Шура помнит. По-моему, все-таки Шерлок предлагал. А Ватсон говорил, это не гигиенично. Шерлок, это не гигиенично. Так вот. Мы будем пулять стрелами. А кролику мы даруем жизнь. Жизнь даруем. Пусть он бежит по своим кролячьим. К кролячьим делам своим пусть бежит. С подаренной жизнью. А как думаешь, может быть еще один шиповник в шахте? Еще один шиповник в шахте? Какой шиповник? Что ты плетешь? Я хотел сказать спальный мешок. Шиповник в шахте. Вырос шиповник в шахте. Не, ну если шиповник в шахте вырос, Шурик, то дело табак. Закуривай, ребята. Забраться. Нет, мне шиповник надо собрать. Мне не надо забираться. Я сейчас спуститься не успел, а вы мне уже забраться предлагаете. Вот что, вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? Таки ты не можешь. Не могу я. Не могу я их, проклятых, не собирать. Не могу. Так, вот тут тоже есть нычка. Не знаю, знакомы ли вы с этой нычкой. Она тоже тут есть. Но тут на незваном госте обычно ничего она нам не дарует. Это нычка. Это нычечка в окне. Чего? А, нет, ничего. Я так. Я так. Хватит розового цвета ты хотел. Да, да, да. Утверждает, что тут что-то на свете невозможно. Кролики, смотри, бегают. Уголь. Кролики. Не стрелянные. Нет, не стрелянные. Но я и дальше не буду их, может быть, стрелять. Или все-таки пострелять мне их. А у меня где-нибудь кожура королячья сохнет. Кожура королячья. Да я не помню. Ты все-таки будешь стрелять. Угу. О, они застряли. А я их оттуда могу забрать? Сейчас мы узнаем. Так. У меня лук сломался, и кролика я не заберу. И стрелу не заберу. Не, ну это издевательство какое-то было. Так не должно быть. В жизни. Так. Вот да выпендрился. Доигрался, дядя Саша. Доигрался хрен на скрипке. Очень музыку любил. Так, что же мне сделать? А этот под себя тоже не поставишь. Да не поставишь. Упустя. Слышь, кролик, а как мне? О, стрела. А кролик? Слушай, по-моему, он помогает двигаться вперед. Или мне это показалось? Слушай, поднялся каким-то образом. Хм. Забавно. Интересное кино, а? А изначально казалось, что не заберешься. Мне кто-то давно из вас рассказывал, что каким-то образом вот так можно костром себя двигать. Мне сейчас сложилось впечатление, что я себя все-таки двинул. Ну, наверное, я не знаю. Мне кажется, да, двинулся. Двинулся немного костром. А может, и не двинул. А может, двинулся? Их, русских орков, хрен разберешь. То ли двинули, то ли двинулись. Так, ладно. Хорошо. Спальника тут нету. Спальника нету. Есть топливо, есть... Так, а у меня нет с собой этого гвоздодера. Не, есть лук поломный. Ну, ладно, лук я сейчас куда-нибудь определю. Я куда-нибудь его определю. Блядь, здесь древко и перо. Да. Как вот? Состояние. Это целое состояние. Перо особенно. Так, ну а что? Тут у нас хлопушка. Хванарь. Хлопушка у меня уже я подбирал, поэтому схема у меня не разблокируется. Схема у меня уже разблокирована. Да. Блокировку мы сняли с хлопушки. Так, лук. Ладно, лук я не буду выкидывать. Я его сейчас, надо не забыть, в какой-нибудь контейнер его запхнуть. Но я постараюсь. Ну ты уж постарайся. Боярин. Ладно, ну уж выкину топор оставлю. Что-то там топором делать собрался. Не знаю. 31 килограмм. Все равно очень многовато. А почему 31 килограмм шурик? Ладно, оставлю. А дрова все? Нет, не все. А, кролик еще штушка. А, точно еще штушка кролика. Ну, литр, я думаю, тоже можно отдать. Мне, я думаю, не потребуется еще один литр. Так, ну пошли глядеть, что там дальше. Там дальше будет ядовитый туман. Похож на обман. Похож на обман. Ядовитый туман. Да на какой обман сдохнешь от него и все, никаких обманом. Все по-честному. Ну, кстати, да, все по-честному. Замешкаешься и хана тебе придет, да? Поэтому смотрите. Как таковой туман совершенно безобиден. Если действовать правильно. Если в тумане не прикидываться ежиком, да, Сергей Валерьевич? А правильно действовать, да? Если, конечно, начать прикидываться ежиком, то все это закончится печально. Но если ежиком не прикидываться, то все будет за-ши-би-сь-ка. Так, смотри, у меня нету гвоздодера, и поэтому в один шкафчик я не смогу заглянуть. Вот, зашибись-ка. А как сделать, чтобы ты не прикидывался ежиком, а все было зашибись-ка? А вот смотри, как ты сейчас все сделала, и потом повторяешь же за мной. Повторяй за мной. Ты, братишка наш, родной. Повторяй за мной. Вот. Надо действовать, как я. Слушай, у меня столько много, капец. И все будет хорошо. Вот. Для начала надо не забыть подобрать рукоятку. Не, ну хотя, конечно, без рукоятки до тумана не добежишь, но это да. Ну то есть надо максимально разрядиться. Ну в смысле вес облегчить. Чтобы бегать побыстрее. Это первое. Не тащить с собой лишнее. Все равно в пещере наберешь. То есть в шахте наберешь всякой хрени. Вот я выкидываю и опять какой-то хрени набираю, выкидываю, набираю. Опять эта рукоятка одна этого вращения. Я тебя рукояткой вращал. Подходишь к липту и говоришь, слушай, я тебя рукояткой вращал, да? Рукоятка одна килограмм весит. В общем, как можно больше лишнего ставки. То, что вам точно в этой шахте не потребуется. А не потребуется вам почти все. Почти сплошное непотребство тут в вашем инвентаре вы можете найти. Если будете критически оценивать свой инвентарь. Прежде чем зайти в шахту. Вот. Это первое. Второе. Потом. Когда вы пойдете уже в самое-самое пекло. В самое... Слушай, мне кажется, угля здесь раньше столько не было. В самое пекло. Вы пойдете ядовитого газа. Вы поспите перед этим. Вот я сейчас посплю. И в коем случае туда в состоянии усталости не притись. Вот. Отдохните целиком и полностью. Вот. Это еще не газ. Тут хоть и написано токсик газ данжер, но это чистый вот, видишь, клапан в положении. Открыто. Открыто она. Че она? Открыто она? Да она? Открыто она. Вот. Сюда придется нырять. Вон там газ. Слушай, угля у меня раньше столько не было. Да, газ дальше там будет. Но мы сейчас сначала сгоняем в тупичок. Там обычно в тупичке ничего неинтересного. Вот. Это неинтересный тупичок. Вот, видишь, вот он тупичок. Но там рюкзак есть с той стороны. Ну и вдруг там, короче... Ой, я в воду наступил. Ты, гля, армейские штаны. Разрушены. Ну, 500 дней. Ну, да, ну, да, точно. Ты смотри, тут еще одни штаны были. Я в воду наступил. Да хрен снять с водой. Че, сильно намок? Да нет, а че тогда она орала? Че орала? А че потом действительно она орала? Че и не так было? Ну, в воду наступил. Так, штаны в шахте разрушены. Стоп, 500 дней. Ну да, ну да. Ну и тут, короче, рюкзак. А в рюкзаке в основном ничего на незваном госте нету. О-о-о. Зато рядом с рюкзаком лежит, ты не поверишь. Тяжелый молот может спать спокойно. Спокойно. Так, вот. А тяжелый молот мне пригодится. Я, допустим, жалудевые рецепты могу делать. Жалудя чик-чик-чик-чик-чик. Перемалывать. Пере-перемалывать. А вот у меня вообще здесь желудя есть. А хрен его знает. Да и опять же лишний тяжелый молот он не повредит. М-да. Их у нас мало на незваном госте. А они теперь нужны, чтобы проруби разбирать. Да. Потому что у нас абуз инструмента, который мы раньше проруби разбирали. Убрали этот абуз. Теперь они портятся, все инструменты от проруби. Escape, если нажимаешь, не помогает. Так, и теперь я вот здесь укладываюсь на поспать. Ну, главное что? Главное, когда вы будете выбрасывать, скажем так, лишние предметы из своего туалета. Да, лишние предметы из туалета. А вот вы спальник не выкиньте случайно. И смотри, не выкинь спальник. Сухомятки не помри. Нет, фортель не выкинь. Так было. Вот. Теперь моя остридина Эвламбиевна отдохнула целиком и полностью. В инвентаре у нее еще примерно 10 килограмм весу. Вот. Это так хорошо. Так, давайте мы еще хряпнем. Это вот. Чоколад. Чоколаду. Вот. Сразу бегать не надо начинать. Ну, фонарь зажигай. Ну, не забудьте фонарь там заправить, если у вас мало осталось, чтобы когда вы там были уже в этом газу, чтобы у вас не кончился фонарь, не выключился. То есть. Ага, вот здесь я тоже в воду наступлю. Вот, смотри, газ начинается. А вот теперь нам углу. Вот ты заходишь в газ, приседаешь. Ой, это я не присел. Приседаешь. Распрямляешься. И как только начинается риск удушья, вот тут он начинается, ты сразу начинаешь шифтить, то есть бежать. Я тебе так скажу. Когда риск удушья, полоска эта кончится, персонаж твой издохнет. Риск удушья мгновенно переходит в удушье. Когда кончаются бегательные навыки, ты это, ты отдыхать дай персонажу. Так вот, мы подошли, короче, туда в тупик я не стал заглядывать. А что я там забыл? Не знаю, я тут никогда не... Вот, подходим, ставим рукоятку и крутим вверх. Вот. Тут примерно секунд 14-13 запасных у персонажа останется. Ну, я немножко тупил. Вот, говорит, 13 у меня, 12. Не, я даже ошибся. 11, 10, 9. О, 9 секунд у меня осталось. И через 10 секунд я бы и сдох. Ха-ха-ха. Да. Ну, я совершенно никуда не спешил. И мне этих 9 секунд заглазные яблоки хватило. Так, выходим. Это мы на среднем этаже, да? Да, мы находимся на среднем этаже. Тут опять сейчас я вляпаюсь в эту хрень. Хрень с ним. Я опять вляпаюсь. Я про эту воду совсем забыл. Все там намокло. Ой, вообще намокло. На среднем этаже мы себе возьмем записку. Это что такое? Ого. Там мир виден. Да, мир виден. Виден мир. Как раз-таки записку, на которой написан код. Вот. И при помощи этого кода... О, опять, смотри, по-моему, мир виден другой. Слушай, у грязи что-то очень много. Я что-то не помню раньше, чтобы здесь только угля было. А вот при помощи этого кода мы проникнем... Куда? Ай, мы проникнем в мастерскую, когда будет сияние. Код, вот он. Вот он, он этот код. Записка от руки. Отрывной лист с бумаги с чьими-то каракулями. Код запоминать не надо. Это бессмысленно, если твой товарищ найдет записку, узнает, какой там код и скажет тебе. И ты спросишь, а код всегда одинаковый? Да код-то всегда одинаковый. Только тут важен факт самого процесса, что ты берешь записку. Понимаешь, скрипт, так сказать, должен сработать. Потому что если ты записку не берешь, скрипт не срабатывает. Невозможно этот код вводить. Понимаешь. Просто ты должен подобрать записку. О, кстати, гвоздодер, смотри. Очень хорошо. К тому шкафу пойдем, который был заперт. Да ну нафиг. Мы сейчас этот здесь проверим и все. В чем-то делать, что-то больше ничего. То есть ты должен сам прийти в шахту и взять эту записку. И никакие коды тебе не помогут, если запомнит их твой товарищ и расскажет тебе, какой он там есть из себя. Нет, это так, к сожалению, не работает. Или, к счастью, так здесь должен быть порох. Да, вон оно лежит. Ты меня же спросишь, что будет, если туда упасть? Ну все, смертушка будет. Не надо туда падать. Ты постарайся туда не падать. Если испытываешь легкую или крайнюю степень неуверенности в себе, вот, насмехаться я над тобой не буду ни в коем случае. Но скажу. Но дам совет, так сказать. Ты сделай копию сохранений. Неуверенность не в смысле того, что ты упадешь и разобьешься. Это тоже возможно. А то, что ты в газу тут помрешь случайно. Замешкаешься, испугаешься. Хочешь паниковать. Запаникуешь так, как будто ты сам или сама лично через газ идешь через этот. Это может быть. В этом нет ничего страшного и позорного, и, как говорится, смешного, и обидного, и стыдного. Ну, обидно есть, конечно, если сдохнешь. А позорного, обидного и стыдного, то есть, а позорного и стыдного нет. Ты копию сохранений сделай, а потом уже суйся в пещеру. Копию сохранений перед пещерой. И ты меня уже спросишь, как делать копию сохранений. Слушай, у меня на канале есть видос, как их делать. Только теперь там путь изменился чуть-чуть. Теперь в папке вот в этой Зеландарк, про которую я рассказывал, тебе нужно найти папку Сурвивал, и вот уже в этой папке лежит твое сохранение. Я вам ссылку дам в первом посту под видео на мой видос про то, как делать сохранение. Там ничего не изменилось, только путь чуть-чуть изменился. Не, Шурик, нам вверх. Нам в газ не надо. В газу ты уже был, спасибо. Вот, сделай копию сохранений и приси спокойно в шахту. И ты скажешь мне уже, это нечестно делать копию сохранений. Слушай, честно, нечестно, это каждый для себя сам решает. Кто решает, что ему будет крайне обидно, и он это переживет мучительно и больно, если его персонаж издохнет в шахте, пусть делает. Кто-то считает, что он должен, если издохнет, начать все заново. Ну, не делай, я же не заставляю. Я только вариант предлагаю. А там делать копии, не делать копий. Кстати, теперь, если мне пойти открыть... Ой, слушай, а я до сейфа так и не дошел, я, по-моему, заболтался. То есть не до сейфа, а до ящиков. А ладно, хрен. Что ты думаешь, там что-то интересное лежало? А, не знаю. Не пойду я туда. Я, по-моему, забыл его открыть, да? Да, заболтался. Как всегда, заболтался. Ну, мы русские орки такие, имперские, урские, урские. Ага, имперские русские орки, мы такие можем заболтать, заболтать. Короче, вот тебе что говорю. Хожь, делай, хожь, не делай копии. Просто знаю, что... Случаи... Кончины персонажа в шахте... Нередки. Из-за газа. Это я знаю. Чтоб такого не допустить, ну, может, страшно кому-то. Вот 9 секунд у меня, видишь, осталось. А кто-то скажет, блин, да чё ж так мало-то? Мне надо, чтобы 90 было. Ну, 90-м в любом случае не останется. Вот. Так что я вам ссылочку, тадам! Я вам ссылочку принёс. А вы там сами решите делать вам копии. Не делать вам копий. Тем временем я очень много тут набрал угля. Угля, наверное, пару десятков. Да, пару десятков, мне кажется, точно имеется. Кабни больше. Так, у меня тут кролик валяется. Чё, уже перевес? Уже перевес? Всё, собрал. Всё, собрал. Кстати, раньше были баги, когда спишь вот на этой посылке, спальник падал вниз. Вот. А, ну это, по-моему, проблема только была в этом. В сюжете, да? А выживание — это не проблема. По-моему. Ну, ладно, это не важно. Так. Ну да, 35 угля. А чё-то, как мне кажется, слишком много. Не было у меня такого количества угля тут-то никогда. Слушай, ну ты с таким количеством угля никуда не полезешь. Да это я уж понимаю, что у меня... Только 45 килограмм меня пустят по тросику. Поэтому надо подумать. Так, спальник есть и что-то выкинуть. Слушай, это сколько ж мне там ещё переть-то всего, а? У меня там, в шахте, внизу. Ну, уголь-то и будешь это самый выбрасывать. Ну да. Я во-я во и выкину, собственно говоря. Ну, в таком случае, я вам предлагаю начать уже выкидывать. Вот так вот, хотя бы. Сколько там надо выкинуть? Ой. Чё-то я сделал. Не знаю, чё я сделал. Такое ощущение, что я его собрал. А, нет, не собрал. Я просто на неё нажал, он и сдал звук. Так, вот. Это ты выкинул часть. Угу. Так, собирать больше ничего не надо. Так, Питалово опять кончилось. Слушай, чё так быстро кончается Питалово, а? Пока я по шахте шарохался, у меня опять закончилось Питалово. У меня есть один кролик. Ну да, его можно сырым пожрать. Ну ты получишь отравление. А чё у меня по части антибиотиков? По части антибиотиков. А, у меня нет антибиотиков. А, есть, вон, есть штука. Слушай, да давай отравимся, что ли, я не знаю. Кстати, вот второй кролик. Ну тогда уж. А, так я вот только... О, могу хлопушкой его кокошить. Чё, пожертвуем хлопушку на кроликах? Жалко, конечно, но можно. А вдруг слишком далеко? Ой, взорвало в клочья кролика. Ой, бедный кролик, изорванный в клочья. Это стих. Бедный кролик, изорванный в клочья, на снегу распластавшись, лежал. Этот кролик бежал тута ночью и о чём-то кролячьем мечтал. Ни хрена себе, Сергей Валерьевич, ты гля, какой стих я уже начал сочинять. Давай продолжай. Так, слушай, это у меня ещё один кролик. Я могу двух кроликов съесть сырыми, да? Да, наша старая орчья забава. Жрём сырых кроликов. Ну, мы орки такие суровые, что мы можем кроликов сырых жрать. Нам, как говорится, не привыкать. Да вам-то понятно, что не привыкать. Так, а что же я, получается? Получается, я тут зависну, да? Зависнешь. Так, ладно, воды хватит? Да, наверное. Да что такое отравилось, ёберный театр? А второй раз не отравилось. А третий раз? Третий раз тоже отравится. Угу. Но лечить надо один. Один отравление будем лечить. Два отравления лечить не надо. Так, мы тут делаем хитрый ход конём. Потому что, если, короче, антибиотики... Если антибиотики пытаться есть все просроченные, то они, во-первых, не подействуют. Во-вторых, сожрёт все, все. Вот, а так подействовали. Ну, или, может, или подействует, но сожрёт все. Ну, по крайней мере, раньше так было. Жрало все, какие у тебя были, если они вот именно разрушенные. Поэтому мы пока воздержимся от того, чтобы жрало все. Ну, 10 часов спать придётся. Ну, что ж, поспим. Антибиотики подействовали? Подействовали. Всё, 10 часов сна. Это наш такой древний финн душами. Так, я чё ж проснусь, а получается ночью, да? Еды в организме, как всегда, мало. Да, как всегда, мало. Да, вообще, вроде не ночью проснулся. Ну, погоди, почему не ночью? Ну, под вечер проснулся. Так, что по весу? По весу нормально. Так, ну, тогда дрова пусть тут лежат. Лежут. Я их брать не буду. Так, у меня там есть бульон. Ага, бульон. Вот его можно похлебать. Бульон. Так, ну, сейчас я буду спускаться вниз. Вниз. Вниз, как известно. Не вверх. Да, вниз попроще будет. Ну, я, конечно же, себе железные когти на ножки-то пристегнут. Пристегнут я когти на ножки. Или ножки на когти. Не, когти. Коготи на ножки. Когти. Когти. Хары плевать. Извиняюсь, по-моему, Риван, извините. Чё ж ты, паразит, на кролика хлопушку потратил? Да ладно, чё жалко, чё жалко, чё жалко, что ли? Чё, на кролика хлопушку зажал, что ли? Он тут, бедный, несчастный, живёт. Я не знаю, один. Вот, жил один. Вот. А ты хлопушку, что ли, на него зажал? На бедного, несчастного, одинокого кролика? Неха-ро-шо. Неха-ро-шо, неха-ро-шо. Так. Альпинистский троф взять. Чё его брать-то? Ну, вон, волк валяется. Волькенштейн вон валяется. Валят-ца. Валят-ца, Волькенштейн. Так, значит, грешкины тут у нас никакой... О, кроме бульона нету. Не, нету. Значит, я сейчас всё беру, что хочу нести. И потом добиваю до 45 килограмм. А тут, наверное, до 45 даже всё равно не получится. Нам надо больше оставить запас. Запасно доставить там Тимофей в хуй. Ну, просто не хочу. Я с перевесом тут таскаться. Не вижу я особо великой ценности в этом угле. Углю, угле, угле, угле. Чтоб я его пёр с собой, надрываясь. Поэтому уголь я выкину. Нет, уголь ты просто выкини. Там вообще, если место будет, то ты его возьмёшь. Кстати, да, там уж места не останется для угля. Ты же видишь, ты ещё гвоздодёр приобрёл. Ну да, я ещё гвоздодёр дёгнул. Дёгнул меня чё-го-то гвоздодёга подобогать. Уголь берём. Да нет, какой берём? Я наоборот здесь сейчас угля добавлю. Я тебе сейчас угля как добавлю. Так, у меня штаны там порванные. Так, штаны порванные. Они хоть и армейские, то есть красноармейские, но их придётся всё-таки подавать. Они разрушенные. Толк у меня от них никакого. А прикинь, когда-нибудь какой-нибудь крафт ведут, в результате которого можно будет улучшить армейские штаны. И туда будут годны даже разрушенные. Да, это будет печально, но ничего, мы это переживём. Так, у меня уже риск растяжения. Тут уже гугль... Гугль некуда складывать. Да тут ещё пока, как говорится, не вечер. Да вот в том-то и дело. То-то я, но что не вечер. Ну то есть гугль мне в любом случае не светит. Тащить. Не, берёз пусть лежит. Мы сейчас вот с тобой ещё поспим. Не надо. Пирогов-то у меня никаких веста улучшающих нету. Не, нету. Значит, угль точно без вариантов. Об угле даже речи быть не может. Тут и так всё уже забито. А я, по-моему, угорь всё-таки подобрал. Нет, и палочку подобрал. Так, там у меня ещё по факелам. Вот непонятно. Ну а что по факелам? Два стопроцентных оставь. Остальные нахрен. Вот. Вот я только от перевеса избавился. Мне там ещё подобрать чуть-чуть шкуга. У меня сейчас нету-нету. Металлолом нужен? Ну металлолом пусть будет, да. Пух можно выкинуть, допустим. Я его потом где-нибудь, может, раздобуду. Так, и что получается? Получается ночка, да? Ночка, да? Ночкой мне... Ночкой мне переться чуть не охота. Значит, придётся дальше продолжить поедать все вот эти вот продукты. Значит, продолжим поедать. Потому что сейчас время мотать буду. Так, где-то у вас вода была. Ой, не туда. Так, ну а шкур это что? Шкур я всё заберу, я так думаю. Не, шкур надо забрать. Кожуру забрать. Нельзя оставлять. Нельзя оставлять кожуру, кожуру забрать надо. О, какая тишина. Воду. Воду, конечно, можно бросить. Да не, нифига, там ещё спать тебе рано. Так, а вот спальник как раз изношенный. Давай-ка я его как раз и починю. Давай, для этого как раз и перья нужны. А где они валяются? Ну вот они валяются. Хватит столько перьев для починки спальника? Не знаю, сейчас поглядим. О, какая красота. Я ручку сюда приволок. Какая красота. А вы мне там, наверное, кричите. Дядь Саш, ты с крутилкой идёшь. А дядь Саша припёрся с крутилкой. На. Да, крутился. Ой, погоди, я отсюда сейчас наливал. Блин, у меня же ещё вот что есть, Шурик. А ёперный театр. Слушай, я вот эту мелкую хрень тут оставлю. У меня две лампы заправлены. Зачем ты обе заправил? Понятия не имею. Я, во-первых, не имею понятия, зачем мне в принципе обе лампы. Так, ну крутилка, это хорошо. Это называется большое путешествие к крутилке. Крутилка вы решили принести, да? Решил принести действие, ремонт. Так, опуха надо как раз пять. А у меня как раз, по-моему, и есть остальное, да? Тут что-то спальник у меня где-то убился изрядно. Так, спальник у меня получается 96%. Пуха на него не хватает. Пуха у меня три только. Есть только пух. Нет, пуха нету. Пуха нету. Слушай, этот спальник так мало процентов на починку получает. С 66 он до 96. Он на 30% что ли только чинится? Ага. Фигово. Что так? То есть его надо раньше чинить. Иначе ему будет кердыкс. Мда. Привалок, дядь Саша, значит, со кривого сюда. Зачем приволок, не знаем. Так, ну а что? Наверное, я пойду в большой поход туда в следующей серии. На сегодня мы с вами загрузим. Загруглимся, это будет не слишком длинное. Вы меня не ругайте сильно, что я такую короткую записал. Да просто я уже сегодня этого оружейника-симулятора назаписывался. Я уже два видоса записал. Это уж третье. Значит, так, значит, все так. В проведении припоручиваю вас, детьми, и заклинаю остерегать выходить на болот в ночное время, когда силы зла властвуют. Ха-ха-ха. Безраздельно. Спасибо, кончено. Субтитры создавал DimaTorzok